Россия Владимира Путина. Это такая полная тишина, стерильная атмосфера, где миллионы нищих, запуганных людей работают за гроши. Они не поднимают глаз, они внемлют пропаганде, ничем не интересуются и, главное, молчат. Это огромная, устрашающая личная армия, которая служит ему, а не закону. Охраняет его от всех, кто не согласен. Это прокуроры, следователи, судьи, которые исполняют каждое его желание. Они калечат жизни, издеваются, пытают. Темнота, тишина и покой. Чтобы никто и никогда не мешал ему воровать. Наша же работа уже много лет. Врываться в этот идеальный мир Путина и рушить его. Включать свет, носиться, кричать, караул у нас воруют, держите жулика. Ровно за эту работу нас и признали экстремистами. Приравняли к международным террористам из ИГИЛ, Аль-Каиды и Аум-Синрикё. Они взрывают людей, убивают тысячами перед камерой, отрезают людям головы. Мы же перед камерой показываем дворцы и яхты, показываем, как чиновники берут взятки. Но в глазах Путина мы одинаковые. Антикоррупционные расследования — это то, что бесит Путина больше всего. Они бьют в самое слабое место его системы. Воровать можно, а вот рассказывать об этом нельзя. Давайте я быстро объясню вам, как расследовать коррупцию. Самое главное, что нужно понимать, это то, что воровать незаметно невозможно. Везде остаются какие-то следы. Может быть, официальные документы, какие-то записи в регистрах. Может остаться след в финансовой отчетности. Могут утечь договора или счета, или накладные, или планы домов. Где-то появятся фотографии или видео, а где-то реальные люди со своими историями. И работа расследователя, она заключается в том, чтобы во всем этом огромном массиве информации найти то, что нужно. Фамилию, название офшора, дату. Мы все это собираем, анализируем, перепроверяем и рассказываем вам об очередном чиновнике с домом за миллиард или тещей-олигархом. И это такая непрекращающаяся борьба. Они от нас эту информацию прячут, ну а мы ее находим. Они перепрятывают, а мы ищем по-другому и все равно находим. И к этому моменту кажется, что засекретили буквально все. Госзакупки Министерства обороны ФСБ и ФСО? Секретно. Хочешь узнать, сколько тратят на оборудование очередного СПА-комплекса 10 по счету резиденции Путина? Нельзя. Это гостайна. Вы знаете, например, что руководству ФСБ и Минобороны не нужно опубликовать декларацию о доходах вообще. Всем надо, а им нет. Директор ТЮЗа в городе Нягань обязан отчитываться о доходах, а какой-нибудь заместитель Шойгу нет. И главная битва.